Привет! Это Мишаня на Северном полюсе в Сабначике Белого Зеро. Ха, шутка! В общем, как мы выяснили в прошлой серии, вот этот генератор, он еще рабочий, может запитать всю вот эту вот деревню. Но для того, чтобы это сделать, нам нужны были вот такие вот кабеля. Теперь у меня... Сколько там кабелей? 16 штук, и я надеюсь, что мне этого хватит. Подключаем их к нашим точкам электропитания, ну то есть к разводке, к развилке. Дальше от этой развилочки мы тянем кабель уже к следующей развилочке, и уже от нее тянем к дому. Вот так вот. И вот двери открылись. Это тренажерный зал. Понятненько. А есть что-нибудь тут чем поживиться-то? Ага, ну конечно же, в спортзале будут доски в ящиках. О, еще один ящик, а здесь что? Вот, тут уже еда для фитоняшек. Шары погонять я здесь, к сожалению, не могу. Они как будто к полу приклеены. Выходим, значит, с фитнес-зал, убираем здесь проводок, и попробуем отсюда дотащить теперь вон туда. Не знаю, хватит ли мне кабеля. Нет, не хватило совсем чуть-чуть, слишком далековато. А что, если мы попробуем по-другому? Подключаем сюда фитнес-зал и отсюда. Да, вот так вот это работает. Ништячок. То есть, от помещения к помещению еще можно подключаться. Что у нас тут? Здесь чья-то спальня. Ну, то есть, это прям жилой модуль чей-то. Что тут у него? Кухня. В ящиках жрачка. Ух ты, у меня прям все битком, да? Ого, гляди, какой супец. Бульон из головы. А что такое, можно делать? Давай я посмотрю. Прикольно. Смотри, у меня в миске башка взрывоопасной рыбы. Давай его с хомячим, посмотрим, не траванусь ли я. Не, смотри, как голод утолило. Еще и жажду тоже. Хороший бульончик. И посылочку, посылочка. Где-то посылочка должна быть. Вот она. Мы ее сразу же вскроем и посмотрим, что там. Стол. Ммм, какая зачетная картинка. Полярники, которые устанавливают радиовышки. О, монетка. Прикольная кроватка, чайка и рыба. Подключаем следующий домик. Елочка, гори. Блин, ну это сейчас вот потемнеет. И тут целая гирлянда у нас будет. Огроменная. Тут у нас тоже жилой модуль. Что-нибудь интересное есть? Да у них даже тарелки с чайками. Или это пингвин? Да нет, это чайки. Полярные чайки, наверное. Здесь жила, по всей видимости, семья. Две кроватки. Две монетки. Бюджет делили, пилили. И ящик с чем? С барахлом. Овощной суп можно взять. Но, как всегда, у меня все битком. Освобождаем место. Место есть для овощного супа. А, это рецепт всего лишней. Елки. Короче, что я думаю? Рецептики я, наверное, здесь оставлю. Например, вот овощной суп. Зачем он? У меня есть этот рецепт. Ужин из акулы тоже есть. Это можно выкинуть. А улучшенный постоянный якорь. Я на него посмотрю, запомнил. Все, можно выкинуть. Этот рецепт. Котелок стейк с джемом. Не помню, чтобы он у меня был. Пускай останется. Камни, значит. Камни, камушки, камни. Ну, можно покидаться. Кстати, надо попробовать кинуть в медведя. Что будет? Медведь? А, я их тут всех истребил, по-моему. Продолжаем подключать весь город к электричеству. Натягиваем проводки дальше. Больничка, что ли? И записочка. Этот мальчуган Дета очень сообразительный. Нам удалось собрать кое-какие материалы, и он починил мою лодку. Рубену уже лучше. Но, кажется, он не особо хочет со мной разговаривать. Они оба бросают на меня подозрительные взгляды, когда я говорю с Генри. Генри не нравится, как они на нас смотрят. Пожалуй, надо что-то делать, Бруно. Эта первая записка, еще вторая, видимо, я с прошлого раза еще не прочитал. Лодка готова к отплытию. Дета дежурит с клаксоном, а Рубен хотя бы встал на ноги. Генри остается здесь. Мне грустно, но так будет лучше. Он больше со мной не разговаривает. К тому же нам безопаснее разделиться. Дета говорит, есть какое-то место, где много людей. Рубен говорит, Астрид может быть там. Здесь, в этом леднике, ее точно нет. Приятно пообщаться с людьми, Бруно. Ну, понятно, короче. Генри должен был остаться здесь, а Бруно уплыл. И, соответственно, мы поплывем за Бруно в другое место, где много людей. Надеждая на то, что мы их там найдем. Но вот вопрос, а Генри тогда где? Неужто его сожрали медведи? С больничкой закончили. Тянем кабели теперь вот сюда и к большому зданию. Мне дико интересно, что в большом здании. Наверное, это, знаешь, какой-то конференц-зал был, наверное. А, кабеля не хватает. Давай тогда сюда. И отсюда сюда. Блин, ну ты посмотри, какая красота. В ночи. Дома горят действительно как гирлянды. Так, вначале зайдем в этот дом. Это обычный жилой модуль. Теперь пошли сюда, в двухъярусный. Вау. Ну да, скорее всего, это не конференц-зал. Это... О! Автоматики! Ха! Эй, тут товарищи полярники помешаны на чайках. У них все с рисунками чаек. Так что... А вот это коврик можно купить. Это стол, по всей видимости. А тут у нас чего? Картины полярников. И... Гаршки с рассадой. Честно скажу, что мне что-то ничего из этого не приглянулось. Но учитывая, что у меня 19 монеток, я думаю, что коврик можно все-таки себе позволить. Так. И вот эту вот штуку давай. Это я забираю. И вот это вот. Это тоже забираю. А, это коврик с темперанса. Темпера... То есть местный коврик. Я два ковра купил. Ну вот. Эй, автомат! Гони мои бабки! Мне не надо два ковра. Меня обманули. Пойдем посмотрим, что на втором этаже. Бильярдик. Ничего себе роскошного. Они тут праздновали все. О! О-о-о! Улучшенный очиститель биотоплива. Нифига себе! Шички! Все, ладно. Выкидываем. Это барахло. Паяльная лампа. А зачем нам паяльная лампа? Это главный вопрос. Так. Монеточка под подушечкой. Кто-то захонырил. Короче. Не спрашивай, почему я барахло не подбираю. Ты уже догадался, да? Потому что суммари у меня забиты. Поэтому барахло я не беру. Короче. Как оказалось, это помещение у нас чисто для развлекалова. Поэтому чешем дальше. В общем, как оказалось, здесь я все дома подключил. Все обшарил. Теперь хочу сходить к радиоактивному подвалу. И посмотреть, насколько больно здесь все бьется. Так. Пока держимся. Пока держимся. Ну, больноватый, я хочу сказать. Мне, короче, нужен какой-то костюм. Далеко я здесь не уйду. Сажусь на свой драндулет. И поехали на лодку. Нет, только нет. Нет, я утопил снегаход. О, ну зато очивочку получил. Так, значит, проверяю. Есть у меня такой рецепт? О, слушай, у меня, походу, такого рецепта и не было. Поэтому хорошо, что я его не выкинул. Коврик, думаю, постелите вот сюда. Криво, конечно, но... А, ладно, перестелю сейчас. Он просто так не влазит. Некрасиво смотрится, но... Ну, пофиг. Типа так, да? Ладно, пойдет. И здесь вот у кроватки еще один коврик тоже шлепну. Угу, какой большой. А лучше давай вот здесь вот. Надеюсь, что он не сгорит. Короче, снова приехал в научно-исследовательскую станцию. Потому что ехать мне особо больше некуда. И тут у нас нужна паяльная лампа. Что ж... Вот для чего она нам нужна была. А ключик ранее я уже находил. Так. Уа-ха-ха! Я больше чем уверен, что мы сейчас найдем радиоактивные костюмы тут. Это же все-таки научная станция. Нифига себе это что такое! Что это такое? Ставить контрольные стержни. Блин, это все больше и больше мне напоминает субнатику. Есть записка. Есть монетка. Да и почитаем. Что там пишут? Меня зовут Синица. Все, кто это читает, знаете, я всегда ставил интересы человечества превыше всего. Всегда. Меня послали на Селену. Вместе с двумя коллегами. Один из них, как выяснилось, был шпионом инвесторов. Если бы Филин напустили на Селену, технология неисчерпаемой зеленой энергии стала бы собственностью тех же людей, что допустили катастрофу. Что до второго коллегии. Я его бросила. Я тебе не доверяла, сокол. Попросту не могла. Риск слишком велик. Надеюсь, ты меня простишь. Синица. Мы снова вернулись к этим позывным. Синица, Филин, Селена. По-моему, со всего этого и началось, кстати. Ну и как я ранее говорил, катастрофа произошла именно здесь. Все-таки. О, а вот и костюмы. Отлично. Давай-ка, эй. Давай-ка один возьми. Ну что такое? Надевай. Ого. Прикольно. А это я, полярный Миша в защитном костюме. Теперь радиация мне не страшна. А, блин, смотри, у костюма срок есть. Так, давай мы его переоденем тогда. Во. Блин, капец. Он не постоянно защищает от радиации, только определенное количество времени. Хорошо. Значит, ищем... Что мы ищем-то здесь? Стержень какой-то, который нам нужно опустить в ядро, чтобы оно утихло. Нашел компьютер, где нужно ввести код. А где сам код найти? Где же код? Где же код? Здесь тоже компьютер с кодом. Написано PM. Хм. Что это может значить? Рубидиум. Подожди, это что, таблица Менделеева, что ли? Типа, Рубидиум РБ 37. Так, Рубидиум 30. Погодите-ка, кажется, Рубидиум я здесь... Вот, Рубидиум. Ну-ка, 37. Вводим здесь. Все, у меня костюм, костюм. Все, я побежал, я побежал, мне наверх. Срочно, срочно, срочно. А, я пить еще хочу. Да что ж, все так навалилось-то на меня. Срочно выкарабкиваемся отсюда. У меня просто взял и костюм слетел. Что за... Что за говнище? Какого... Как с меня мог костюм слететь? Смотри, я абсолютно голый. Отстой. Все, ладно, давай по новой. Костюм одет. Пошли. Я вернулся. Итак, продолжаем. О, монетка. Продолжаем, значит. Рубидиум 37. Ага, таймер пошел. Здесь у нас Промидиум 61. Ясно. Колицуум 20. Так, где-то еще что-то надо вводить, значит. О, Колицуум. Колицуум 20. Ага. Вел и теперь... О, там дофигища чего вводить нужно. А тут я забыл про Митиум. Как? Че там? Че там? Че там? Какая? 61. 61. Не успел. Короче, я обопошелся. Тут не Колицуум. Тут другая должна быть. Что-то другое. Это Хлор 17. Все, понятно, значит. Получается 37, 17 и 20. 37. Идем. Вводим Хлор. 17. Я здесь, я здесь, я здесь. 17. Есть. И 20 получается, да? Или 61? 61. 61. Вроде бы как. 61. Хух, получилось. Получилось. И что я сделал? Короче, все вот эти вот... Ой-ой-ой, я бегу, я бегу. Радиация меня поглотит. Радиация меня испепелит. Короче, я так полагаю, что мы сейчас настроили компы. И там в реакторе... А, требуется ключ. Мы были в лаборатории номер 2. Она настроена, значит, мы чуть-чуть... Дверь закрыта с другой стороны. Да елки-палки, а как туда попасть-то теперь? Пойду через вторую лабораторию попробую туда пройти. А, ну да, вот, двери открылись. Значит, я ничего там не стабилизировал при помощи этих компопов. Просто взломал дверь. Вот и все. Тут проход, тут что-то есть. Есть куча барахла. Дверь заперта. О-о-о-о, вот он реактор. На коллайдер похож маленький. Мы внизу находимся, получается. А это что такое? Контрольный стержень. Ничего себе, чуть не пропустил. Думал, хлам какой-то валяется. Еще костюмы защитные. Оденем, пожалуй. Что за этой дверью? А, вниз спуститься. Так, тогда давай еще разок костюм оденем. Чтоб прям по максимуму было. Прыгаем вниз. Хопа. И побежали. Вижу вентиль. Давай крутанем на всякий. Что это за тараканы? Елки-палки, ты что такой тараканищий-то здоровый? Радиация тебя сделала мутантом, что ли? Я еще и с него мясо достал. Так, а что я делаю вообще? А что вас так много-то? Фу, бяки-буки. Я таких топтал своими пятками. Хорошо, что у меня хоть это, копье есть. Ну, нифига себе. А морду жука мне дадите, чтоб я на башку мог одеть? Нет, не дадут. Так и что, и что? Он еще ползет. Откуда вы беретесь? Это жирные такие. Причем урона он немного наносит. На тебе. Откуда вы пришли? Что этот вентиль делать? Дай я почитаю хоть. Удерживать для плавного вращения. А, ну вот, я удерживаю. Удерживаю. Ой, долго удерживать надо. Сейчас еще жуки придут, наверное. Дверь открывается, смотри, вон, справа. Есть! Мы ползаем наверх и надеюсь, что там еще стоит ящик с защитными костюмами, потому что у меня сейчас будет криндец. А, ну тут нет радиации, слава богу. Мне, кстати, говорили в комментариях про жуков-мутантов, но я не поверил. Честно сказать. Ладно, идем сюда теперь. Лаборатория 1. Все, мы сюда дошли. Куда надо. И монетка на счастье. Да, под пяточку положу. Значит, у нас тут есть какие-то пушки. Использовать. Ага, лазер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да ну нафиг, да. Ну это ж просто лазер. Видимо, не просто лазер. Хорошо. Вот это вот всем я могу управлять. И куда я должен все это подтащить? Вон там еще зеркало, да? Вот так, что ли? Нет. Вот так. Блин, в зеркало не попадая. Во. А, прожечь надо. Сейчас, подожди. Во как. Опасная штука. Слушай, чуть мозги не исплавил. Ничего. В лабораторию 1 мы сейчас и проникнем. Здорово. Одеваем костюм. Пошли. Ага, тут тоже лазеры. Надеюсь, что тут нету этих. Жучар. Вот дверь закрытая. Нам нужно расплавить вот эту штуку. Есть много зеркал. Ими мы сейчас воспользуемся. Я думаю, что вот этот лазер мы направим вот сюда. В другой треугольник, то есть туда. А этот треугольник сейчас направим в друг... Аааа. Мои ноги. Мы направим в другую сторону. Например. Может сюда. Так, куда он дальше? А, вон там зеркало есть с другой стороны. Короче, проще вот так вот встать и тут метиться. Во. Сработало. Смотрим дальше. Куда нам направить жилятельно? Наверное. Отсюда туда попаду? Блин, чутка не хватает. Слушай. Видишь, куда он падает? Давай-ка тут немножечко подшаманим. Во, вот так. Я, если честно, что-то запутался уже. Куда я должен что стрелять? Так. Ну и вот этот зеркало получается, наверное, уже вот сюда. А, ну или так, да? Можно вот направить. Нет, так не направим. Вот так вот. Вот так вот. Силену строили с одной целью. Силену строили. Может, там мы постепенно смогли бы исправить то, что натворили. Но вчера от них пришло сообщение. Один из инвесторов захватил власть в обществе. Улов Вилкстром. Боюсь представить, что он может сделать с нашей утопией. Синица. Чёртов Улов! Ай-яй-яй! Я так и знал, что он со своими крысами что-то да захватит. Уродец! В итоге мы к нему вернулись опять. Ясно. Ладно. Вставляем пока стержни. Не будем слишком эмоциональны по этому поводу. Всё, три стержня. Вроде бы поставил. Теперь нужно... Чёрт. Пожрать надо. Подожди. Вот так вот. Картофана. И контрольные стержни на месте. Можно запустить процесс охлаждения. Запускаем. Чё-то, чё-то произошло. О! О! Ключик. Спасибо. Ключ от реактора. Контрольные стержни застряли. Требуется ручное введение. А-а-а! Это прям как в фантастических всяких фильмах. Знаешь, когда в космосе чё-то там происходит, и нужно ручное управление. Или ручной ввод. В общем, что-то ручное. Тебе приходится выходить в космос и там чудить. Так. А, погоди. Вход в реактор. Это в другом же месте. Правильно? Да. Я не туда побежал. Всё. Сейчас там чё-то произойдёт. Меня сейчас там бомбанёт в этом реакторе, да? Ключик вставили, открыли, пошли. Очково! Очень мне очково. Кстати, у меня же фонарик есть. Давай оденем его. Ха! А в скафандре он не работает. Вот это прикол. Давай ещё один дополнительный возьмём на всякий пожарный. И вот теперь пошли. У-у-у! О, приветики. А где мой лук? С лука бы вас вообще нормально. В щепки можно было бы расстрелять. Так. Ещё один жучара тут есть. Вентиль. Давай. Выкручиваем. Я уже чувствую, что сзади меня куча жучар. Которые хотят меня сожрать. Есть. А-а-а! Я был прав. Ну, не куча, а один. Но всё равно стремновато. Всё. Да, блин! Копьё сломал. Это не здорово! Топором-то я навряд ли это бьюсь. Ну, ладно. У меня ж ничего... Я и лук с собой не взял. Капец. Ну, вон же чёрт. Давай попробуем его с топора. Нет, топором бесполезно вообще. Так. Ещё один жук, да? Ну, чё? Я тогда так попробую. Они меня всё равно бьют сзади. Смотри-ка. Посмотрим, хватит ли мне здоровья. Чёрт! Пойду помажусь. Помажусь, помажусь. И у меня костюмчик не помешал. Ох, сколько их тут набежало-то! Так, я сюда зайду. О, монетка. Переоденемся. Слушай, у меня есть идея. Э, жучары! Жучары! Идите сюда. Супчиком приманю их сейчас. Жучки! Я их сейчас просто запру, да и всё. Жуки! За мной! Вы идёте за мной? Бежим, 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 пупсики. Как собачки. На хавчик. Прыгают. Так. Давай, 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 давай. Вы очень прыгучий, я хочу вам сказать. Вот сюда мне надо. Давайте сюда. Заходите, 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 заходите. Добро пожаловать! Дверь откройся. Добро пожаловать! Всё, я убегаю. Дверь закрывайся! Быстро, быстро, быстро! Да что ж закидало вот это такое? Вот. Жучки, заходим, заходим, заходим. Вот они запрыгнули. А я теперь... А-а-а! Не успел. Чёрт подери. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Фух, получилось. Съедаем овощный суп. В такой сложный момент. Ну всё, теперь со спокойной душой закручиваем этот вентиль. Вон, стержень, оказывается, опускается как. Опустился. И последний стерженёк остался. Вот так вот. Ой, 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 ой! Дверь открылась. Всё, радиация ушла. Бояться нечего. И слава богу. И куда это я выберу? Ещё одна монетка на удачу. И куда это я выберу? Ого! Это криокамеры, что ли? Нифига себе. Тут реально кри... Кто-то живой? Привет. Доброе утро. Постой. Так ты не... А, ясно. Они меня бросили. Вот как значит. Вау. Как здорово наконец проснуться. Длительный криосон имеет много побочных эффектов. Так что... У тебя найдётся место для биоинженера? Клянусь, от меня много пользы. Да ладно, попадём. Супер, ты настоящий друг. Я буду очень стараться. У нас теперь есть в команде... Шуго! Или Хуга. Шуга, нет. Шуга, скорее всего. Так, поднять записочку. Монеточки. А это что? Электрическая плавильна. О, это тоже хорошо. Хуга уже убежал. Отлично. Ммм, это-то я заберу. О, тут ещё монетка. Так. Кейсик возьмём. Ну, чё я хочу сказать, что... В принципе, тут больше взять-то и нечего. Посмотрим, чё за записка. Утопия. Координата 9, 3, 3, 6. Хо-хо-хо. Мне кажется, что мы плывём туда. Так, я не понял. Я совсем лысый стал, что ли? Ох уж эта чёртова радиация. Ну ладно. Так всё-таки лучше, чем с тремя волосинами. Короче, что нас ждёт по пути к утопии и в самой утопии, ты узнаешь в следующей серии. Так что, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под видео, написать комментик и подпишись, чтобы не пропустить следующий ролик, на котором мы с тобой и увидимся.